Дорогие друзья, гости канала Счастье в мелочах и подписчики, я вас приветствую. Итак, мы с вами посетим магазин Остин. Очень красиво оформлен на Новой Риге. Вот нас встречают такие нарядные манекены. Ну, тренды продолжаются, да, то есть джинсы и свитшоты довольно толстые продолжают оставаться в моде и быть популярными. Вот это очень хорошая коллекция футболок на темы России. На каждой футболке принт, посвященный какому-то региону. Тут и Сочи, и Алтай, и Валдай, и Байкал, все есть. Ну, и, соответственно, основные цвета футболок тоже разные, довольно красивые. Вот стоимость, я считаю, что вполне по силам. Вот, посмотрите, какая классная, не знаю, это, наверное, свитшот. Вот, мне очень понравился, с большим воротником, с молнией. А вот это попроще, такая толстовочка, но тоже очень хорошего качества. Ярко-синий цвет, вообще кобальт в моде цвет, он очень актуальный. А внутри там вот такая вставлена рубашка пола. Очень приятная на ощупь. Вот их несколько видов, полосочки разные, зеленые, черные, кофе с молоком. Вот их стоимость, смотрите, состав. Костюмы, такие повседневные костюмы. Мы видим перед собой майку, но это один из четырех элементов комплекта. Два цвета, видите, беш и голубой. Майка с потертостью, но голубой эта потертость больше видна, на бежевой меньше. Худи на молнии, очень хорошие. Брюки отличные. Все это аккуратно очень сшито. Двух цветов, вот голубые и бежевые. Такая вот бежевая майка, на ней потертость уже, конечно, не видна. Но очень приятная на ощупь стоимость. Такой же вариант голубой. Тоже худи и брюки. И вот видите, топы. Отличная ткань. Топы точно таких же цветов. Один в один. То есть один комплект содержит четыре предмета. Естественно, они все по отдельности продаются. Вот кому интересно, обратите внимание, кто любит такое. Вот эта курточка голубенькая мне очень понравилась. Их тут три разных цвета одного фасона. Единственное, что она коротковата. Может быть, не все любят. Но вообще, хорошо смотрится. Очень приятная. Ничего лишнего. Очень ладненькая такая курточка. Вот была голубая, белая и черная. Вот юбка. Джинсовая юбка. Потертости в тренде. Так что можно смело... Ну, вообще, джинсовые юбки не выходят из моды. Смело покупать можно. Вот рубашечка джинсовая. Скучновато, честно скажу. Ну, опять мы видим свитшот. Красивый. Ничего не могу сказать. Кто любит это, то имеет смысл купить. Очень приятная рубашечка. Стопроцентный хлопок. Ну, вот сейчас меня опять будут хейтить за состав тканей. Как будто я их делаю. Это синтетика, конечно. Вот посмотрите. Ну, вообще, понравился мне этот пулловер. Есть белый, есть черный такой. Ну, опять букле. Знакомый нам уже вариант. Черная, белая сейчас в моде. Бахрома. И прямая мини-юбка. То есть, вот мы аналогично и видели уже костюмы. Джинсов много. Причем они не только отличаются по цвету, они отличаются и по сюжету, что называется. То есть, у них разные фасоны. Вот брючки. Видите? Искусственная кожа. Ну, в общем, кожа в моде. Так что модницы могут смело покупать. Вот эти джинсы, баллоны, мне понравились. Очень хорошие. Вот я посмотрела на них внимательно. Они мне понравились. Ну, складочки тут, а это все разглаживается. Они хорошо сшиты. Хорошая джинса, качественная. Вот еще мне понравились вот эти футболки с надписью. Я не очень люблю с надписями, но красивые. Вот базовые футболки разных цветов. Фисташковый в моде, вы знаете. Бежевый, белый, черный. Отличные футболки. Хорошее качество. У них единственная, может быть, грубовата горловина. Ну, в общем, это тоже можно обыграть. Вот свитшоты очередные. Здесь уже, видите, белые полоски тонкие, а цветная полоска широкая. Пока вот эта горизонтальная полоса не выходит из моды. Поэтому, если кто-то еще не успел купить, может быть, и стоит. Вот эти блузки мне понравились очень. Здесь три, я увидела три цвета. Вот эта белая с синими полосами понравилась мне больше всех. Есть еще темно-синяя и жемчужно-серая. Вы знаете, независимо от состава ткани, она очень приятная на ощупь. Она многофункциональная. Сейчас многослойность в моде. Вот эта серая жемчужная, очень красивая тоже. И вот эту блузку, я уже себе ее увидела, что со многими нарядами можно носить. И вот стопроцентный хлопок, китайская рубашечка. Но, честно скажу, мне вот это креативное расположение полос на одной половине вертикальное, на другой по диагонали не очень понравилось. Рябит в глазах. Но качество хорошее. Кардиганы. Вот этот кардиган меня привлек, конечно, цветом. Вот, на мой взгляд, все в нем хорошо, все отлично. Я бы чуть-чуть где-то убрала вот эти черные полосы. Их многовато, на мой взгляд. Но вообще он красивый. Длинный, большой. Вот есть аналогичный черный. То есть белый с черными. Вот видите, черной полосы здесь меньше. Она широкая, но она в меньшем количестве мест. Мне кажется, это лучше. Пестроты меньше. Вот этот кардиган тоже мне очень понравился. Очень приятный на ощупь. Тонкий трикотаж. Внутри, естественно, там майка какая-то. У них топ, футболка, не знаю что. Вот смотрите состав. Это распродажа. Конечно, синтетика. Но вот такой капор стоит он, по-моему, там что-то 600, что ли, рублей. А, тысячу. Тысячу, да, был. Тысячу шестьсот. И вот манишки. Манишки, между прочим, были очень модны в этом сезоне. Я думаю, за один сезон они из моды не выйдут. И вообще это удобная вещь. Для создания многослойности вы закрываете горло, вы закрываете сразу спереди и сзади душу, как говорила моя прабабушка. Так что очень даже ладная вещичка. Вполне можно ее купить. Ну, много всего здесь. Просто я хочу, чтобы вы охватили взглядом, что есть. Какие-то вещи я не показала. Потому что я думаю, что вы, в принципе, придете, если вам нужно. И посмотрите. Всего охватить невозможно. Тут много вещей. Очень трендовых. Вот, например, лапша. Лапша, видите, в полоску, как это. Тельняшка. Ну, не могу сказать, что очень мне понравилось. Ну, в принципе, каждый выбирает для себя сам. Мое дело вам предложить вы. Итак, наш выпуск на этом заканчивается. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Буду очень признательна за ваши отклики. Большое спасибо тем, кто ставит лайк. И особенно тем, кто подписывается. А пока я с вами прощаюсь. Большое всем спасибо. До новых встреч, дорогие мои друзья. Добавил субтитры. Игорь Негода.